ну доброе утро друзья сегодня ждем volkswagen caddy чистка egr настройка форсунок муша там непонятно вообще что с ними вот и проверка проверка работы турбина геометрии ну как проверяют то проверяют просто специальным приборчиком вакуумным проверяют держание правильно держание вакуум сегодня хоть на улице слава богу как-то тепло но котел жду котел еще не приехал батареи стоят но еще не подключал потому что как бы конечно был бы котел было вообще замечательно поэтому жду сейчас приедет ну и будем вскрывать смотреть ну вот это будем снимать клапан egr потому что он у тебя закрыться не может полностью так по свечам накала значит выкрутил я вторую и третью свечку обрыв проводе обрыв проводе вот по вот этому вот разъем уши вот мы мы это сделаем мы это сделаем свечи ставлю на пасту на специальную на место ну вот потому что тот то их последний снимал и ставил ставил их на сухую этого делать но нежелательно так со свечами тоже понятно но осталось у нас клапан егр чистка и настройка насос форсунок потом снимем видео по работе вот и посмотрим турбину так пасту я рекламировать не буду вот сейчас не никак не сфокусируется нормально очень тонким слоем на резьбу укладывается очень тонким слоем и закручивается так сюда пасту мы положили так берем следующую свечку и точно так же тоненьким слоем вот так вот чуть-чуть опа все остальное сняли пальцем и по резьбе это специально высокотемпературная паста она не имеет себе металлов и свечи потом просто очень легко выкручивается все устанавливаем на место так пришлось снять жабо потому что руки не вывернешь ну и хорошо что как всегда в любом случае при снятии эгр при регулировке форсунок прокладку клапанной крышки всегда нужно менять и вот почему то есть надеюсь понятно там подтекает ну ладно в общем лезем разбираем так ну вот и эгерыч там вообще канал просто забит вот он есть но он забит вот такая вот примерно сажа ну сейчас будем его полностью разбирать и чистить вот потом снимаем клапанную крышку смотрим что там на форсунках вот собираем все в обратной последовательности вот и обязательно обязательно компьютером смотрим что там у нас получилось после всех процедур ну вот клапан егр но вот вопрос судя по штоку судя по штоку понимаете да то есть толком он работать никогда в жизни не будет там все забито напрочь напрочь все забита ну вот так короче короче тут никто никогда рука человека грубо говоря здесь никогда не было женька виктория буд привет я сейчас к вам еду за цитоном так в продолжение нашего клапана клапан у нас при поднятии остался в открытом положении вот поэтому разбирать будем вот здесь вот вот здесь вот и механизм промывать смазывать вот и как бы все будем будем это все собирать в общем сейчас сейчас мы летим за ацетоном ацетон наше все так ну как проверить геометрию турбины чтобы она заедает она или нет простой простой это способ вот проверяется отверткой находит без заедания как проверить мембрану мембрана проверяется вот таким манометром мы подключаем его главному клапану вот и проверяем давление не уходит стоит стабильно вот поэтому с этим узлом все в порядке потому что вроде как турбина здесь менялась все пока все закрыли канал закрыли канал тряпочкой вот и вот вычищаем там просто там капец рифы были там были рифы камень он превратился в камень уже там рука человека точно не было так продолжаем смотрим на шток шток ушел вниз давление держит все отлично так коля пока отмокает твои датчики в общем снял твое колесико ну замечание номер один никто не снимает твою вот эту ржавчину прилегание колеса после шиномонтажа в общем это это не шиномонтаж вот ну а все ради никого не хочу но если ты считаешь что твое колесо должно быть вот так вот пусть делают продолжают шиномонтаж ребята в том же духе вот объясняю объясняю для людей которые не совсем понимают 20 грамм на одну сторону есть формула в гугле кто найдет может очень легко и проверить 20 грамм на одну сторону при скорости 100 километров в час вырастает плавно сейчас я не могу вспомнить но если интересует напишите в комментариях я вам посчитаю сниму даже видео вырастает где-то там до 30 чем-то килограмм всего лишь 20 грамм а потом я когда езжу со скоростью 180 по трассе летом у меня удивление ё-моё а почему почему у меня машина готова разорваться на части вот так ну но у меня настроены откалиброванные станки я за этим смотрю очень серьезно вот потому что приезжает очень шустрый шкоды вот приезжает lexus и приезжает toyota этих ребят я знаю они летают будь здоров не хуже чем я вот но я уже стар как бы для летать когда хотел летать у меня было бмв и гелик и на них я летал в свое время но сейчас уже 45 как-то летать и не очень уже хочется поэтому как только дашь команду я тебе это все попеределываю полностью но естественно 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 по зачищая вот эту всю беду вот побрызгаем спреем вот и чтобы она уже не ржавела и не прикисала колесу вот такое колесо должно быть коль так что приедет на шиномонтаж передай там всем привет вот твое одно колесо правильно сбалансировано вот то что я очистил от твоей поверхности и вот такая поверхность должна быть видишь вот такая должна быть поверхность для того чтобы хорошо установить диск ребята отрабатывайте деньги те которые вам платят на шиномонтаже потому что это не шиномонтаж это в час пик называется си съем бабла и пошел вон следующий вот ну блин не знаю так даже стоматологи сейчас по моему перестали работать так 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 ну коль я думаю ты сам видишь в каких местах у тебя текло масло вот вот именно вот место у х раз здесь было прижата хорошо дальше ты видишь до два два ну вот этот срач это сейчас все будем думала потому что не дай боже не дай боже ну и самое главное самое главное где текло вот а текло вот здесь вот видишь возле ремня грм кстати на этом моторе ремешок грм слетал слетал делал человеку горе вот но об этом он тебе не конечно никогда не скажет а вот он почему делал горе он слетел ломанул кожух чуть-чуть они его тут запаяли запаяли вот в общем криминала никакого нет все нормально моторчик ровный и это самое главное вот поэтому продолжим продолжим дальше сейчас будем регулировку смотрите что у нас по клапанам вот потом это все соберем промоем соберем я все сниму сфотографирую вернее сниму видео вот и все на все посмотришь вот ну а прокладка конечно стекла она описалась бежала посты кивала вот провод кстати провод по форсунке которая у тебя не работала я его нашел я залезу потом в проводку вот нашел где обрыв каком месте вскрою спаяю заизолирую будет все красиво так принцип регулировки сейчас идет четвертый цилиндр у меня остался и первый цилиндр принцип регулировки снять не тяжело очень почему потому что я в руках держу телефон у меня нет экшем камеры и нету штатива ну то есть штатив есть экшем камеры нет вот значит придерживая вороток откручиваем гайку вот в какой момент когда пришло полное сжатие на насос форсунку вот значит мы откручиваем гайку придерживая вороток закручиваем полностью до упора чувствуем что уже пошло усилие небольшое вот разворачиваем на 180 градусов и добавляем еще два градуса вот два градуса нужно будет добавить обязательно потом опять фиксируем вороток и затягиваем гайку вот после все смотрим на компьютере а что если будет на компьютере что то не то ну что то не то если будет опять регулировать вот но я говорю что так регулируют вот на заводе вот поэтому со временем идут выработки и все остальное регулировать все равно иногда приходится но здесь даже сюда даже никто никогда не лазил вот вернее лазили но как поставили черт его знает ремень ремень поменяли без ГРМ с ГРМ можно вернее ГРМ ремень поменяли но без диагностики на диагностике можно сделать более точную настройку более точную настройку ремня ГРМ за счет вот вот этих вот трех болтиков вот можно выставить очень красиво все то что там ставят шпильки блокируют валы это все замечательно это люди перестраховываются но самая точная установка ремня ГРМ зажигание по компьютеру он никогда не обманет так ну остался у нас четвертый цилиндр и остался у нас первый цилиндр и никогда не проворачиваем вал за эту гайку никогда только там внизу так все погнали так ну вот так вот и должно быть чисто чисто везде нашел у Коли вот Коли одна вещь на насосе вот если видишь видать что-то они тут сломали в свое время вот и вот этот вот разъемчик видишь сопляж вот такой сделали но пока это ни на что не влияет вот но в будущем в будущем при следующем разборе это надо будет залезть туда и посмотреть то есть они тут наговнячили наговнячили клеем вот и все на этом дело забыли ну я так думаю что в свое время сломали штуцер снимали разъем вот тут вот и просто его нахрен выломали вот но он стоит работает ну посмотрим вот что самое интересное когда меняли ГРМ почему мастер почему мастер тебе не сказал что у тебя там нахрен все течет причем течет так что ну я не знаю он думает наверное это не его дело но конечно если человек тебе дал машину на обслуживание обязан сказать что у тебя такие то такие то такие то проблемы нужно делать то 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 ну вот конечно это занимает до хрена времени и я не знаю наверное или не хотят или ну хрен его знает помыняли ГРМ и хваты вот ну как то так вот все я сейчас все протираю насухо крышку крышку твою я отмыл вот она лежит сохнет я ее продул уже сжатым воздухом сейчас термофеном ее прогрею чтобы быстрее то вся жидкость ушла спиртом ее даже промыл вот чтобы воду убить ну в общем вот так она уже чистенькая идеально в идеальном состоянии все собираем это будем собирать и делаем тебе провод и так клапан ЕГР чистенький вымытый без нагара и дроссельный узел сталактитов нету все вычищено вот все чистое благо бы конечно орехочистка было бы вообще замечательно потому что песко строим такие вещи трогать нельзя орехочисткой можно офигенно почистить вообще будет состояние новой детали с магазина вот ну может в будущем я себе такое сделаю вот так ну все будем этот узел собирать так пайку мы сделали теперь третья фасунка будет работать вот проводочек я его запаял сейчас заизолирую вот и он будет продевать я уже проверял так ну и Коля скоро приготовься замена уплотнительных колечек на форсунках вот они пока герметичны но я так судя по мотору я понял что тут даже даже конь не валялся вот как бы вообще вообще состояние очень хорошее ходовую посмотрел все замечательно вот вопросов как бы нету вопроса есть только по задним колесам в общем пройдешь я тебе все покажу не ну да вот в принципе я же говорю то чего мы добивались мы добились минимального то мы его и получили вот но еще я же говорю еще что это нужно будет поменять на форсунках уплотнительные колечки все больше я уже просто уже все я уже не знаю но оно у тебя но еще и в мозгах повозиться уменьшить тебе топливоподачу и и и и и и и